Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Константин Гималайский. Спектакль «В натуре», в котором приняли участие рязанцы Константин Кипарисов, Василий Тулинов, Владислав Ефремов, Евгений Хромин, Святослав Сворнев и Николай Борисов, стал особенным событием в культурной жизни города. Постановка стала ответом женскому спектаклю «Натура обнаженная», автором которого выступила Аврора Пушкинская. Таким образом, девушка стала музой сразу для двух постановок, хотя и не приняла участие ни в одной из них. Довольно необычное получилось такое полотно движения сценического. Расскажи, в чем суть была, какая у тебя была, допустим, режиссерская задумка. Говорить об этом, конечно, можно много, но все же, что ты хотел, чтобы зрители увидели, что хотели донести вместе с актерами? В принципе, мне не очень комфортны рамки. Когда мы должны каким-то образом сидеть, каким-то образом разговаривать, руки у нас должны лежать вот так, одеты мы должны быть скромные со вкусом и не сильно жестикулировать, чтобы никого случайно не обидеть и не оскорбить в высших чувствах. Эту мысль я в целом взращиваю и несу в течение жизни, как-то ее дополняю, развиваю, нахожу новые источники вдохновения. И здесь я тоже хотел поговорить именно об этом. Есть некий мир рамок, ограничений. Мы все время живем в страхе. Сказать не то, показаться не тем, каким нас хотят видеть, показаться не тем, каким ты хочешь сам себя видеть, кого-то обидеть. Быть не в тренде. Ну, я думаю, можно не продолжать, ты меня понимаешь вполне. И есть мир творчества, мир свободы, воображения, фантазии, образов. И в этом потоке жить намного интереснее. И жизнь раскрывается совсем с других сторон. Она становится богаче, она становится разнообразней. Слесняться очень интереснее. И вот именно такое настроение я пытался привнести в труппу, когда мы репетировали. Я старался больше наблюдать, меньше говорить, давать больше говорить другим. Ты уже не один год в этом направлении театрального искусства особом изучаешь то, как люди себя ведут и почему они стесняются. Вот как ты думаешь, получилось тебя раскрыть ребят в рамках этого спектакля? Или все-таки они пытались понравиться зрителям и представить из себя не совсем тех, кем являются на самом деле? В творческой, если для Рязани уместно слово «богемы», в принципе нет помещения никакого, где бы они могли показывать спектакль, где бы они могли репетировать. Это основная вообще проблема. И для маленьких городов, мне кажется, это всегда актуально. Отсутствие помещения, отсутствие поддержки. Поэтому мы выступаем там, где получают. Ну, обстановка такая, какая есть. Мы в этой обстановке, и мы живем свою собственную жизнь, несем собственную историю личную. И не играем, что бы то ни было. Не пытаемся придумать персонажа по какому-то сценарию. Да, кто это такой? Это Чацкий? Нет, это Максимилиан Волошин. Не знаю почему. О ком, кого мы играем? Мы не занимаемся этим разбором. Мы занимаемся собой. И поднимаем такие вопросы, которые сейчас острые для нас. Для каждого лично. Для каждого лично. И, конечно же, общий какой-то вопрос. Мы вышли на крышу. Там пространство наиболее свободное. Декорацией стал город. И мне кажется, это идеальная декорация. Потому что все-таки исторический центр. Конечно, это не Санкт-Петербург. И не крыша, и не лестница Исаакиевского собора. Но все же это какой-то вид. Это интересный купеческий город. Рязань. Даже зеленые зоны где-то остались. На крыше мы сделали свою обстановку. Мы, естественно, не обладали ни светом. Потому что свет у нас был естественный. Замечательный, идеальный, просто осветительный прибор. Это заходящее солнце. И на фоне заходящего солнца мы рассказали ту историю. Цельную историю, которую мы создали в течение недели. Позволю себе попросить тебя о таком сравнении. Поскольку ты сейчас в Санкт-Петербург упомянул. В Петербурге прошел небольшой этап твоей творческой жизни. Твоего творческого становления. А именно участия в спектакле «Музыка серебряных спиц». Если, конечно же, сравнивать с нашим городом. Что бы, допустим, хотелось тебе привнести оттуда, из Вольного Петербурга, творческого, к нам? И возможно ли это? Замечательный вопрос. Только что приехал из Санкт-Петербурга. И был в двух прекрасных арт-пространствах. Лишенных пафоса, чопорности. И посвященных исключительно встречам людей и обменам опытом, общением живым. Конечно, надо все собирать, надо людей стягивать и делиться. Потому что нет смысла, в принципе, конкурировать творческим людям. Нужно связываться. И по принципу Санкт-Петербурга, где, допустим, много студентов театральных вузов, и будучи на «Музыке серебряных спиц», я пообщался с людьми, посмотрел, как происходит обучение в вузах. То есть я сам не имею образования, я, получается, самостоятельно сам себя делаю по возможности, насколько мне это позволяет. Насколько мне это позволяет мое время и источники информации, доступ к этим источникам. Это постоянные тюды, это постоянная работа. И работа друг с другом. Обязательно люди должны много проводить времени вместе. Это обязательно условие, необходимые. В сентябре ты планируешь тренинг Ольги Арефьевой, небезызвестной. Вот расскажи о том, что это будет за тренинг, на кого он направлен, какая целевая аудитория. Ну, мало кто в городе знает, что Ольга Арефьева – это не только сонграйтер, не только певица и музыкант. Помимо этого, она еще занимается пластикой, театром. Тем, что сейчас, наверное, называется современный театр, хотя я не совсем понимаю, о чем идет речь. Но обычно так систематизируют это. Театр движения, театр пластики, театр духа, если мне простят такое сравнение. Человек интересен такой, какой он есть. Такой, какой он настоящий. Вот ты интересен, потому что ты какой-то особенный. С этим надо работать, надо становиться интереснее. Нужно практиковать. Есть специальные интересные техники для того, чтобы перестать быть банальным, уйти от паттернов. И это опять внутренняя работа. Это пригодится, конечно же, артистам, писателям, поэтам, актерам, танцорам. Это, несомненно, добавит красок в их палитру. Все равно это всегда поиск новых красок, поиск новой формы. Тогда надо отметить, что тренинг будет 17 сентября, накануне электрического концерта Ольги Орефьевой и группы «Ковчег» в кафе «Фонтан». Начнется, он будет происходить в студии «Дэнс Мэйджик» по адресу Касимовское шоссе, дом 65, корпус 1 напротив магазина «Лента». Записаться на тренинг вы можете, зайдя ко мне на страницу, «Константин Гималайский», я в ВКонтакте, и в личном сообщении написать и объяснить свою мотивацию, почему вы хотите прийти. Спасибо, Костя, что пришел к нам в гости. У нас был Константин Кипарисов. Мы прощаемся с вами. До следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова